гладиус короткий почему он с какой-то странной стороны то есть мы все привыкли что раз да а здесь вот как это все очень просто я вам просто сейчас встаньте пожалуйста стойку который он показывал нет давайте в камеру нет здесь нужно как раз в камеру смотреть да если я встану вот здесь вот с таким же хотя бы щитом и как вы будете доставать а вот теперь посмотрите на меня давайте я стану с другой стороны если я стану с другой стороны то с этой стороны достать такой короткий меч не представляет ничего сложного а другой стороной хват обратный так не нет вот так сверху вниз да вот же по большим пальцем вниз да и тяните наверх но у вас просто поясом видите не прихвачен я видел что у вас строю ноги вынимали вот так а потом соответственно переворачивать это не очень подготовленные люди на самом деле это да это новички делают как в том фильме классика легким движением руки гладиус превращается в боевое оружие это ну просто привычка навык как и во многом остальном здесь вся фишка в том чтобы правильно сразу взять вот так легким движением наверх он извлекается точно также убирается обратно в нужно с большим щитом и плотном строю это фактически единственное если бы он меня висел здесь был немножко проблематично да то есть поэтому движение вверх и вперед он достаточно легко и вот мы с вами моделируем строй вот какие были удары колюще в основном как вы видите здесь нет места для больших замахов да мы вот таким замахом скорее всего в глаз соседу сзади поэтому основные удары были именно колюще легкие рубящие возможно небольшие но основная масса это быстрый колюще удары снизу что я могу сказать вес такого щита порядка 7 килограмм и если мы сейчас положим ауксильный щит возьмем легионерский имея такой щит делать удары мечом в ноги нецелесообразно я могу просто вот так вот поставить нас подъем стопы и веса вот этого щита будет достаточно чтобы сломать стопу и человек больше не было никакого желания продолжать бой поэтому в реальном бою я бы не не полез туда ковырять куда-то в ноги я просто так даже легкого такого удара в голень оружие еще какое умбон пожалуйста в более позднее время если вы посмотрите его делали германцы поскольку у них было плохо с клинком вооружением они делали его клиновидным или с шипом чтобы ударом умбона нанести максимальный урон щит это то же самое оружие удар щитом это очень жесткая вещь поэтому с таким большим оружием я бы не полез туда мечом ковырять ноги я просто либо ударил в голень либо поставил на стопу этого было более чем достаточно